Аллилуйя. Хорошо. И 249 год. Мы уже подходим к завершению как бы обзора первой ранней церкви. 249 год. На престол зашел император Деций. Его правление отличается тем, что при нем было повсеместное гонение на христиан. Во время правления других императоров оно все равно носило локальный характер. То есть то в одной области больше, в другой. Было такое, что в одной области христиан гнали, в другой нет. Здесь же повсеместно, по всей территории были спровоцированы гонения на христиан. И конечно это гонение превзошло все гонения, которые были до этого, которые были раньше. К этому времени уже водное крещение младенцев было нормой в церкви. Становилось нормой, скажем так. Если в начале это делали в исключительных случаях. Допустим, когда ребенок был болезненным, его крестили, ну вдруг умрет. Как бы делали такие исключительные меры. Или же обязательно его крестные родители, да, вот как сейчас есть крестные родители, они должны были быть утвержденными христианами, которых все вообще не знали, духовными людьми. И они перед всем, за них должны были давать поручительство, скажем так, духовенства общины. И они брали на себя ответственность и при всех прилюдно говорили, что они сделают все для того, чтобы ребенок вырос в познании Христа и в христианском как бы духе. И они несли ответственность. Они всю жизнь должны были быть его духовными наставниками и привести его ко Христу. Но потом это стало абсолютной нормой. И, конечно же, через это многие в церковь уже входили формально. Говорят, что к тому времени уже епископы возвеличивались, мечтали о власти, ссорились друг с другом, делали разделение. Многие христиане уже думали не столько об угуждении Христу, как о том, как приспособиться к окружающему языческому миру и вести спокойную жизнь, чтобы меня не трогали. И Дионисий, епископ Александрийский, описывает действия этого эдикта, который подписал Деции о повсеместном гонении на христиан. Я тоже процитирую. Он пишет. Поэтому атмосфера в церкви оставляла уже в то время желать лучшего. То есть были проблемы с духовной жизнью. И Ориген Богослов, да, мы сейчас о нем тоже пару слов скажем, он умер в тюрьме, и он писал, что атмосфера христианства отравлена. Светский дух прокрался в церковь. Служители церкви начинают склоняться. Гордости, роскоши, алчности. То есть вот эта атмосфера того времени. И, конечно же, были стойкие люди, но были те, кто при малейшем давлении отрекались от Христа и начинали поклоняться язычеству. Самое интересное, что потом, когда христианство стало открыто исповедствовать, стало нормой, многие стали возвращаться. И многие стали возвращаться в священнический сан. Не просто возвращаться в его церковь, попытались восстановить священнический сан. И потом мы будем говорить, возник в церкви такой спор доната, спор донатистов о том, стоит ли принимать отступников, бывших прежде, обратно в церковь и в священство. И церковь из-за этого даже разделилась как бы на части, потому что донатисты говорили, что епископ, который когда-то отпал, а потом опять восстановился, его рукоположение не имеет силы. И кто был им рукоположен, пусть даже он никогда не отступал от Христа, все равно не может считаться священником. Но это я немножко вперед забегаю. Хорошо, и мы чуть-чуть поговорим о Оригене. Я его упоминал, да, такой интересный был брат, самый оригинальный, наверное, богослов. Родился в Александрии он в 185 году, был грек. Ориген, Ориген. Родился в Александрии, 185 год, был грек. Он был хорошо очень образован. Стал христианином. Его отец Леонид тоже был христианином и был казнен, как христианин еще при Септимии Севере, о котором мы говорили. А все их имущество было конфисковано. Ориген предпочел науке богослужения. И он был рукоположен в пресвитеры. Однако он не нравился Александрийскому епископу, и его, в конце концов, от пресвитерского служения отстранили. Ориген много знал, обладал знаниями и много занимался богословскими трудами. И я уже говорил, что он писал труды против Цельса, да, язычника, опровергавшего христианство. Ориген вел очень аскетический образ жизни. Он утомлял себя постами, спал на полу, ходил в простой одежде и даже оскопил себя. Да, вот такая вот вещь была. Сначала его в этом поддержали, как бы сказали, вот это ревность. А потом, когда возникли конфликты личного там вопроса, то ему это поставили в вину. Это было одной из причин, почему его как бы от служения отстранили, от церкви отвергли. У него есть интересные очень мысли. Допустим, он один из первых богословов пишет о воскресении тела. Все до этого говорили, что вот какое тело похоронено, то и воскреснет. Он же говорил, нет, наши тела, он развивал учение о том, что наши тела будут подобны Христу, да, они будут, ну, у него свой немножко был взгляд. Сейчас скажу, как он как бы говорил. Он говорил, что они будут совершенно, это будет совершенно новое тело из чистого светоносного эфира, но в прежнем образе. То есть мы не будем нуждаться в пище, будем как Христос сквозь стены проходить, оказываться в другом месте мгновенно и так далее. То есть обладать этими характеристиками. Он первый, кто стал об этом говорить. Хорошо, и я уже говорил, что он одевался бедно. Во многих своих, он любил философствовать, и поэтому во многих своих мыслях все-таки впадал в крайность. Он был посажен в тюрьму во время гонений, и там же в тюрьме он и умер. Например, в 251 году император Деций во время сражения с готами погиб. И все христиане перекрестили сразу, сказали, слава Богу. И, конечно, после него христиане получили некоторую передышку. Но опять это было недолго. Остальные императоры, которые приходили вслед за ним, был такой Валериан. На пятый год своей власти, своего правления он стал жестоко гнать христиан. У него был советник, который имел отношение, принадлежал к культу египетских жрецов. И с ними имел отношение, сотрудничество. И он как бы настроил его на гонение против христиан. И в это же время известен, как, скажем так, известное лицо, глава церкви, один из глав церкви, епископ Киприан. Был такой епископ Киприан. Родился в 200 году в Карфагене. Обратился ко Христу, служил словом, как проповедник. И он был рукоположен сначала диаконом, потом пресвитером. И он был епископом карфагенским. Он был одним из немногих епископов, одним из немногих христиан, который, во-первых, сохранил верность Христу, несмотря на все гонения. А во-вторых, видел, замечал проблемы духовного плана, которые уже возникали в церкви того времени. И он предупреждал об этом. Он говорил об этом. Он молился за это. Я процитирую, что он пишет. Он пишет. Если болезнь признана, то спасение пораженной части уже найдено. Господь хотел испытать свой народ. И если Богом предписанные правила жизни во время долгого мира оставались без внимания, то пришел на нас суд Божий, чтобы побудить нашу ослабевшую, и можно сказать, дремлющую веру. Мы заслужили еще более нашими грехами. Но наш милосердный Господь установил так, что все, что встречается, кажется более похожим на испытание, чем на наказание. Вместо вспоминаний о делах верующих во времена апостолах и старания подражать им, христиане с ненасытным желанием старались от увлечения своих земных имуществ. Многие епископы, которые должны были служить наставлением и примером, вместо того пренебрегали своим божественным призванием и стремились к мерзким делам. И вот он описывает ситуацию того времени. К сожалению, она не самая утешительная. Хорошо. Вскоре умирает Валериан, император. Валериан, о котором мы говорили. И потом приходит император Тацит, при котором христиан снова не тревожили. В его правлении опять начинают восстанавливать и строить молитвенные дома. Но молитвенные дома уже строятся не как обычные здания. Раньше они не были отличимы от других построек. Сейчас они строятся по особому такому архитектурному, скажем так, рисунку. И, к сожалению, наверное, они по архитектуре где-то схожи с языческими храмами. Есть определенное сходство. После Тациана приходит последний гонитель христиан, император Диоклетиан. После Тацита приходит император Диоклетиан. Его называли Диоклетиан, победитель христиан. При жизни ему дали такой титул. Даже поставили арку, знаете, как ставят арки победы, да, в честь победы. Поставили арку в честь его победы над христианами. Это впервые, когда ставили арку не в честь победы над каким-то народом, да, внешним. А над своими же гражданами, над своим же народом, а именно над христианами. И на этой арке было написано Диоклетиан, победитель христиан. Интересно, что во время Диоклетиана он не сам управлял империей. Уже устои Римской империи пошатнулись. И он разделил свою власть с несколькими людьми. Был такой Максимилиан. И он ему тоже дал титул Августа. Также были люди Галерии и Констанции. И он дал им титулы Кесарей. И они разделили империю на несколько частей. Это впервые за всю историю такое было добровольно. И управляли ею совместно, коллегиально, скажем так, да. Как команда определенная. И поначалу Диоклетиан возглавлял, конечно, всех. Диоклетиан к христианам был равнодушен. Оно ему было все равно. Констанций относился к ним с сочувствием. И его жена Елена тоже относилась к ним очень хорошо. А Максимилиан и вот этот Галерий, они очень враждебно относились. И именно они подстрекали Диоклетиана на вот это серьезное гонение. Он послушался, гонение началось. Констанций был не за, но боялся себя скомпрометировать. Боялся за себя, за свою семью, за свое место, за... В общем, не хотел ничего терять и как бы помалкивал. Чем отличается гонение Диоклетиана от остальных? Кроме, если остальные, ну, в основном старались гнать, по-разному было, но пытались обезглавить церковь, то Диоклетиан гнал всех христиан. Если чиновник был замечен в сочувствии христианам, его лишали места, могли имение лишить. Кроме того, что важно, до него этого еще никто не делал. Он пытался сжечь и уничтожить все священные писания, которые только находил. Он понял, что пока будет священное писание, будут христиане. Пока будет Слово Божье, будут христиане. Он пытался его уничтожить. Священное писание отбиралось, сжигалось на площадях, открыто. Ну, сегодня многие не знают, как зовут Диоклетиана, слава Богу. А христиане есть, и Святые Писания, они есть. Аминь. Потому что для Слова Божьего ус нет, его уничтожить невозможно. Небо и земля закончатся однажды, а Слово Божье будет. Хорошо. И прошло время, сложная атмосфера в империи, и Диоклетиан отрекается от престола. Максимиан, да, гонитель христиан жестокий, который его и увещевал это делать, также отрекается от престола, но власть сохраняет. То есть все равно нашел речиги власти, чтобы сохранить. Официально остаются два соправителя, Констанций и вот этот вот Галерий. В конце, во время их правления, как раз, конец третьего века, начало четвертого, по империи проходят различные стихи. Это и землетрясение, и голод, и болезни всевозможные. И многие начинают связывать это с гонением, жестоким гонением на христиан. И говорить, Бог христиан наказывает нас, Бог христиан наказывает нас. И тогда вскоре и диоклетиан, и Галерий пишут указ об облегчении, как бы, участи христиан. То есть они уже признают, что были допущены крайности к христианам. И, как бы, говорят, ну все, это пора прекратить. Что послужило тому, что, ну, жестокий гонитель христиан Галерий это сделал. Вы знаете, он заболел болезнью, его тело покрыли язвы, он разлагался и пах так, что с ним в одной комнате находиться было нельзя. И он понял, он воспринял это как наказание за эти гонения и постарался подписать этот дикт. Когда он подписал этот дикт, через несколько дней он умер. А вот. Как бы, ну, не знаю, какие выводы сделать, сами делайте. Слава Богу. Хорошо. Итак, также подводя итог этому времени, скажем так, к этому времени уже не в церкви духовенство не делилось только на диаконов, пресвитеров и епископов. Появились архиепископы. Епископы над епископами. Мало того, появились митрополиты. Такое название, как митрополит. Митрополия это город-мама. Город, который, как бы, управлял там несколькими городами. И митрополит это священник, ну, в этом городе, да, влиятельный и так далее. Что-что? Да, получается, что так. И крупнейшие города того времени это Рим, Александрия, Антиохия. Они стали требовать для себя, как бы, особых статусов в христианском мире и особого влияния над христианским миром. В то время в христианских церквях не было единого центра. И Антиохия была центром, и Рим был центром, и Александрия была центром. И уже не было того единства, которое было в начале. Руководители общин ссорились друг с другом, не могли поделить власть, спорили, кто из них наиглавнейший и так далее. В это время же в молитвенных домах начинают ставить перегородки, которые отделяют прихожан от священства. Сегодня в православной церкви это иконостас, там, да, в католической тоже есть определенная перегородка. За перегородкой, где было место для священства, стоял там алтарь, потом его украшали очень красиво, стол для хлебопреломления, для причастия. И священство проводило, ну, делало это, проводило это. Повсеместно уже внедрялось крещение младенцев, деление на клир и мир абсолютным уже практически был в то время. Кстати, Тертулян выступал против крещения младенцев и вообще против поспешного крещения. Хорошо, и в то же время хлебопреломление начинает терять свой смысл. В каком, что я имею в виду? То есть это уже не воспоминание, то есть оно приобретает такой мистический образ. То, что сегодня как бы исповедуют в той же католической церкви. То есть это уже не было моментом воспоминания, это не было символами страдания Христа, да, а стали говорить, что в момент причастия, в момент хлебопреломления, чему сегодня учат католики, вино становится кровью, превращается, а хлеб превращается в тело Христово, да. Я даже у меня как-то видел брошюрку одну рекламную, то ли в Бразилии, по-моему в Бразилии, в каком-то монастыре во время причастия, монахи проводили причастие, и вдруг вино превратилось в реальную кровь, а хлеб в кусочек мышцы. И вот такое вот чудо, и это даже в брошюрках разрекламировали, и типа давайте религиозный туризм, приезжайте к нам, покупайте сувенир, вот в таком плане. Так что так. Хорошо. Что еще? В то время богослужения проводились на латинском языке, либо на греческом, а если это была другая народность, не понимали, переводили на их родной язык. Со временем и это устранилось. И богослужения стали формальными, они проводились на латыни, на греческом, на языках, которые со временем уже никто не понимал. Вот. И только сейчас в католицизме как бы вернули эти возможности, ну, читать проповеди на понятных языках. К тому же служения обрастали все большей обрядовостью пышной. Так хотели привлечь язычников в церковь. А для проповеди оставалось все меньше времени и меньше места в собрании. Проповедь уже не была центром богослужения. Хорошо. Также в III веке сложилась такая традиция. Перед причастием, перед хлебопреломлением, брали списки христиан, пострадавших за Христа, умерших за Христа. И их зачитывали. Как бы отдавая почести этим людям. Это не была еще молитва. Но это уже было в дальнейшем основание молитвы, знаете, как за упокой. Со временем оно и жило себя, и превратилось именно в молитву за умерших людей. И это берет начало в то время. Также в то время появилось специальное расписание постов. То есть в Апольско-Стольское время этого не было. То есть Павел часто говорит. Когда голодал, когда постился. А тут они уже сделали график определенных постов. И вот такие вот вещи. Что еще происходило? Значит, западные общины проводили богослужение праздничное, воскресенье. А восточные брали два дня. Они как бы еще в то время праздновали субботу Моисея и воскресенье. И два дня это богослужение переходило, а всю ночь молились. И отсюда потом всеношная молитва пошла. Они еще в то время как бы оба дня справляли, праздновали. Изображений в третьем веке еще не было. Я имею ввиду статуи, иконы. Если и изображался Христос, то символически. В виде пастыря, пастуха доброго, который ягненка несет на плечах. Либо в виде, ну, их-то знаете, да. Либо в виде ягненка со знаменем там. Дух Святой мог в виде голубя обозначаться. А если хотели обозначить отца, рисовался трон и две буквы. Альфа и Омега. Это был отец. Себе не позволяли изображать Христа, да. Или Духа Святого, или Отца. Как сегодня есть иконы Троицы. Может быть, видели. Иисус, да, с нимбом. Ну, Дух Святой всегда как голубь. И отец, такой седой мужчина, солидный, с длинной бородой, с треугольным таким нимбом над головой. Может быть, видели. У нас есть такая поликлиника православная, больница. Святая Троица называется. И там входишь, и на всю стену такая икона. На тебе. Но в то время еще, ну, как бы, этого не делали. И даже когда стали первые изображения появляться, знаете, что изображали? Изображали сюжеты библейские. Не столько Христа, сколько сюжеты. Я вот был недавно в Румынии в одном монастыре. Там в Румынии, в православии, есть такое движение, называется Вастя Домнулой. Это воинство Господне. Это такое, как бы, продвинутое православие. Они там с протестантами дружат, Библию читают, там отдельные собрания делают. Мессианских евреев, кстати, любят очень. Да. Там я встречался с одним священником, отец Михок. Он с Сибиу, город такой Сибиу в Румынии. Так он взял мессианских евреев с Бухареста, привез к себе. И у себя в приходе они проводили у него собрание, представьте себе. И он потом еще объяснял, что такое кипа. Мы смотрели видео, и прикольно было. Что такое талит, там он своим людям, и они сидели, им интересно было, так классно. Ну, такие продвинутые, как бы. И мы у них были в столовой, и у них столовая расписана вся. Но вся сюжетами. Там грешница волосами оттирает ноги Иисуса. Там что-то еще, я всего не помню, но куча библиотек. Иисус въезжает в Иерусалим на осле. То есть, по этим вещам можно было проповедствовать. И вначале, на самом деле, говорят, что иконы были, ну, скажем так, Евангелием для неграмотных людей. Неграмотных было достаточно много. Но в конце все равно, все свелось к изображению Иисуса, святых. И даже появились богословы, которые стали учить, что человеку так легче учиться. Молиться, прошу прощения. Ему легче сосредоточиться на изображении. А люди, приходящие из язычества и не изменившись ни в сердце, ни в разуме, понимали это совершенно по-другому. И сегодня результаты мы пожинаем. Хорошо. Да, еще один момент, что вы знаете, читаете послание Павла, и он говорит о браке интересные вещи. Он говорит, допустим, я не женат, вот так остаюсь. Хотите, оставайтесь вместе со мной, не женатыми. Будем служить вместе. Потому что замужняя там, а мужи беспокоятся, женатые о жене. А если я свободен, все время могу Господу посвящать. Но никогда он не утверждает, что это основной образ жизни для священства. Правда же? Нигде вы этого не найдете. Наоборот, он потом учит об институте брака, говорит, что он установлен Богом и так далее. В это же время вдруг начинаются такие вот разговоры фанатичные о том, что служители, священники не должны жениться, они не должны. Это еще не монашество. Но уже такие настроения есть. Это еще не целебат. Но уже такие настроения есть. И они есть повсеместно. И они впадают в определенную крайность. Хорошо, идем дальше. И дальше мы уже говорили о том, что страна начала управляться коллегиально. Мы говорили, было четыре управителя, двое отреклось от престола, двое Констанций осталось. И вот Констанций, он был отцом Константина Великого. Того самого Константина Великого, который... Что-что? Да, Константин Великий, который легализовал христианство в Риме. Интересно, что Константин, будучи еще... Его отец Констанций служил в Британии тогда. А он, будучи подростком, воспитывался у Диоклетиана, у его ног. Но однажды, не согласившись с чем-то с Диоклетианом, он бежал, бежал туда к отцу в Британию и оставался с ним. Короче, позже его самого провозгласили, после смерти его отца, армия легиона провозгласили его императором. Но он еще шесть лет жил там в Британии, или пять. И только после этого вернулся вместе с войсками, чтобы войти в Рим и занять престол. Но не тут-то было, там еще пять претендентов. И эти пять претендентов между собою сражались, в общем, в конце концов остался Константин и Максентий, его соперник. И Максентий, он был посвященный язычник. И молясь о победе, он приносил множество жертв языческим богам и так далее. А мама Константина, Елена, жена Констанция, она уже к тому времени, как стала христианкой. Или как бы стала христианкой. Не знаю. Трудно судить, да, о людях того времени, о их личных отношениях с Богом. И он слышал много от нее и от отца о христианах. Видел христиан, имел о них хорошее мнение. И традиция говорит о том, что она однажды увидела в небе знамение креста. И услышал голос, сим, оружием победишь. И он заказал себе знамя с изображением креста. Но интересно, что под изображением креста был еще золоченый портрет его, как императора, был изображен. То есть не все так просто. И хоругвия такая, да, христианская. Ее и в Севе, по-моему, да, описывает и хроник христианский, историк христианский. И он впереди несли эту хоругвию и 50 человек охраняли ее. И он вступил в бой и на самом деле победил. Пришел к власти, стал, ну, как, один управлять всей империей. Его потом со временем в истории назвали Константин Великий. Хорошо. Он вошел в Рим с отрубленной головой своего соперника. Сказал, вот, все видели, теперь я здесь главный. Никто, я думаю, что и не спорил. И когда он вошел в 313 году, когда он стал императором, он отменил все указы Диоклетиана о гонениях на христиан. Он упразднил их. Смотрите, иногда говорят, что Константин сделал христианство государственной религией. Нет, позже при Феодосии оно стало абсолютно государственной религией. Но при нем оно легализовалось. То есть он написал такой эдикт о веротерпимости. То есть он сделал его равным с язычеством, допустим. То есть дал абсолютные свободы христианам. Был ли Константин сам обращенным? Знаете, конечно, факт очень спорный. Есть несколько моментов, которые говорят о том, что он не был посвященным христианинам. Первое. В языческом капище среди статуй языческих богов стояла его статуя. Он себе поставил статую. Наверное, нравилось. Второе. Его образ жизни не был похож на христианский. Он был властолюбивый, грубый, такой аморальный где-то человек. И еще один момент, который говорит о том, что он не был христианином. Кроме того, что он как бы уважал христианскую церковь, скажем так, даже почти что возглавлял ее. Я объясню, что я имею в виду потом по ходу развития событий. Но также до конца своей жизни он считался языческим понтификом, языческим верховным жрецом. И до конца своей жизни он отрекся от этого только когда крестился перед самой смертью. Все. До этого он оставался еще и возглавлял. То есть он был хорошим политиком. Страна разделена идеологически на два лагеря. Язычники и христиане. И тех как бы не потерять. И этих приобрести. Тем дам свободы. А для этих еще жрецом языческим пока останусь. То есть как у политика у него, скажем так, ума хватало. Насколько он был обращенным христианином, скорее всего нет. Конечно же из своей казны он очень много пожертвований давал на церковь. Он оплачивал, допустим, вот соборы вселенские. Когда при нем происходили, он их оплачивал. Оплачивал дорогу епископам, обеды там закатывал, здание церквей строил. В конце концов он окружил себя только христианами, христианскими и епископами. И когда ехал в поход, они ехали с ним. Когда ехал куда-то там, ну, в гости, не знаю, с посещениями, они ехали с ним. По сути Константин фактически руководил епископатом христианской церкви. Без его ведома ни один церковный вопрос не решался. И на Вселенском Соборе он председательствовал. Мы потом позже, когда будем о баре и говорить, к этому подойдем. Что он еще сказал? Он обещал почетные должности всем язычникам, высокопоставленным, которые примут христианство. И, конечно же, тут все обрадовались. И христианинам стало быть выгодно. Потом, позже, по-моему, уже при Феодосии, когда христианство стало официальной государственной религией, уже начался обратный сценарий, и гонения начались на язычников. Разрушались капища, язычников казнили. И тогда стали подниматься апологеты от язычества, которые использовали слова Христа, чтобы защищать себя. Они говорят, ну не сказал ли ваш Христос, что солнце встает над злым и добрым, что дождь и на того участок льется, и на этого? За что же вы нас гоните, если ваш учитель учит по-другому? То есть оставьте типа нас в покое. Вот так вот было. Было наоборот, христиане уже отрывались там по полной. Все припомнили? Все припомнили? Да, 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 да. Хорошо, что еще можно сказать? Мать Константина Елена считается основоположницей почитания святынь. До нее это не было распространено. Елена совершает путешествие в Иерусалим и по святым местам. Возвращаясь из Иерусалима, она говорит, как ей привиделось или может ее обманул кто, что она нашла именно тот крест, на котором был распят Иисус. Если сегодня собрать все кресты за историю, на которых был распят Иисус, их будет слишком много. Если даже щепки от крестов, которые торгует церковь, собрать, это будет не один вагон леса, я вам скажу. Вот. Ну так вот. И она была основоположницей вот всего вот этого. И когда она привезла его, начался бум священных предметов. И каждая церковь вдруг решила, что у них обязательно должна быть какая-то реликвия. И столько крестов господних было, плащаниц всяких, там еще чуть чашей, копье, которое мы Иисуса пронзили. В каждой церкви было. А то по два, по три. Это я так уже шучу. Конечно же, с этим надо было бороться. Но с этим не боролись. Знаете, что интересно? Петр Первый, я так отступлю чуть-чуть, был человеком неверующим абсолютно. И таким не очень хорошим, наверное. Как политик, как государь, он был тиран, он был жесткий. Он многого добился. Но, конечно, он был нехрист еще тот. Знаете, что интересно? В период его правления на территории Российской империи в православных церквях вдруг прекратились чудеса. Иконы не мироточили, не плакали, там кровь из них не лилась. Знаете, как? Однажды он услышал, что в какой-то церкви вдруг стала мироточить икона. А он такой парень был. Он бояром, бороды, стрик, да. Тут приехал, взял отряд солдат, всех выгнал из церкви, окружил ее и неделю никого туда не пускал. Всю неделю икона не мироточила. И он тогда всю неделю икона не плакала, не мироточила. Тогда он издал такой указ. Если в какой церкви начнет мироточить иконы или какие другие чудеса будут происходить, тех священников ссылать на каторгу. За время его правления чудес в православных церквях в России не было. Это исторический факт, представьте себе. Хороший факт, о чем-то говорит, да, что не все чудеса на самом деле чудеса. А мы иногда думаем, может дьявол, а может и не дьявол вообще, может дети его. Отец их дьявол, да? Ладно, хорошо. Слава Богу. И в это время как раз происходит оязычивание христианства. Такое самое серьезное. Знаете, я думаю, когда Константин объявил, что христианство становится легальным, да, и христиане получили доступ к каким-то местам политическим, влиятельным. Я думаю, они так радовались. Говорили, слушай, это то, за что мы молились. Это то, чего мы хотели. Это пробуждение, да? А знаете, что? Это было началом конца. Это было началом просто угасания церкви, угасания Духа Божьего в церкви на самом деле. Поэтому, знаете, я думаю, в таких вопросах мы должны искать волю Божью. Я не впадаю ни в какие крайности, да. Сегодня одно время модно было то политиком быть, то бизнесмен. Мое отношение такое. Если человек призван от Господа, нехай себе будет, да. Иосиф был, и слава Богу, да. Кто там еще, не имея, воспользовался своим положением. Слава Богу. Даниил был, аллилуйя. Есфирь спасла народ таким образом, да. Тоже хорошо. Но если не призван, то мне кажется, что это будет хуже, а не лучше. А как проверить? Не знаю, не знаю, как... Нет, таких не встречал, слава Богу. Помиловал меня Господь. Других, правда? Ну, надо позвонить. А, ясно. Хорошо, слава Богу. И на самом деле в это время происходит оязычивание христианства. И дальше следует то, что мы называем упадком христианства в средние века или темными, скажем так, веками христианства. И я, ну, как бы не пойду дальше, потому что если я зацеплю следующую тему, это еще много об этом говорить. Мы сейчас заканчиваем. В принципе, мы прошли раннюю церковь. Давайте, знаете, что сделаем? Вот как мы закончим. Напишите так. Под заголовочек. Что влияло на рост ранней церкви? И двоеточие. И мы запишем несколько пунктиков. И закончим урок. Что влияло на рост ранней церкви? Все-таки ранняя церковь росла, несмотря на гонения, несмотря на сложности определенных. Что влияло на рост ранней церкви? Написали, да? Первое напишите. Преданность и самоотверженность ее лидеров. Преданность и самоотверженность ее лидеров. И знаете, мы, конечно, говорим на Бога, смотри на Бога. Но люди все равно смотрят на людей. Правда же? Они должны смотреть на Бога. Это не вопрос. Но примером кто является? Все равно люди, да? И Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Амин. И поэтому, конечно, лидеры церкви, апостолы, они, ну, остальные лидеры, они были самоотвержены, посвящены. Они были очень хорошим примером для людей. Как для последователей, так и для врагов. И у тех был шанс обратиться. Второе напишите. Церковь любила и вмещала, безусловно, всех. Церковь любила и вмещала, безусловно, всех. Я уже говорил, что первая церковь языческая, там, в Риме, да, допустим, это в основном были рабы, которые никому не нужны были где-то еще. Это были, ну, женщины, дети, подростки, старики. Церковь любила всех и вмещала всех. Каждое общество избирательно. Оно не всех принимает, да? Есть какие-то критерии. Церковь принимает всех. И, конечно же, это влияло на ее рост. Особенно первая церковь. Огонь любви еще не угашен был. Второе напишите. Христианство было религией чудес. А, третье. Да. Хорошо, что исправляете меня. Третье. Христианство было религией чудес. Происходили чудеса. Люди исцелялись. Мертвые, бывало, воскресали такие случаи. Чудесным образом какие-то ситуации разрешались. От смерти Господь спасал. Конечно же, это влияло на людей. Правда же? Сверхъестественно и необходимо в жизни верующего человека. Четвертое. Уверенность в точном знании истины. Уверенность в точном знании истины. И непоколебимость в относительном мире. Уверенность в точном знании истины. И непоколебимость в относительном мире. И помните, я говорил, что римляне, которые вначале наслаждались убийством христиан в амфитеатре Потом, видя их мужественную смерть, говорили следующее Слушайте, им есть за что умирать, тогда как нам не для чего даже жить И многие из них, философство, все равно не были уверены, знают они истину или не знают Они колебались, они не были уверены в завтрашнем дне Завтрашний день придет и не знает, что несет Христиане, во-первых, были всегда уверены в завтрашнем дне Во-вторых, они точно знали Этот грамотный философ вдруг простолюдин ему заявлял, что он точно знает истину Этот не знает ничего, а тот знает 100% Конечно, это привлекало людей И последнее напишите Да, пятое Праведный образ жизни Праведный образ жизни Праведный образ жизни И знаете, каким нечестивым не был бы человек, все равно периодически Дух Святой через его же совесть обращается к нему и обличает его Амин И внутри каждого человека есть желание чистоты Как Павел говорит, я этого ищу, я этого хочу Не могу, не получается просто Кто поможет мне? Христос Амин И видя, что у этих людей получается Язычников это тоже привлекало Итак, церковь росла Давайте помолимся Господь, слава Тебя Боже, я благодарю Тебя, что Ты Воплощаешь свой план от первых дней вообще создания И он продолжается теперь еще И он продолжается в нас И мы хотим, Господи, быть не наблюдателями Сторонними Мы хотим быть участниками Твоего чудесного плана Который в истории явно виден Который, Господи, приблизит Твое пришествие Мы хотим быть теми, кто служит Тебе Кто находится всегда в гуще событий Кто радует Тебя своей жизнью и своим служением Во имя Иисуса Христа Мы Твоя церковь Мы Твоя община Мы Твое тело Мы часть Тебя И мы хотим быть абсолютно послушны Тебе И в этом находить удовольствие для себя и своей жизни Дай нам исполнить волю Твою На сто процентов абсолютно, Господи Получить награду И когда предстанем перед Тобой услышать Верный, добрый, рад Входи, я так давно ждал Тебя Слава Тебе И я благословляю каждого из студентов На сегодняшний день Твоим святым именем Прославься в жизни каждого Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!